во-первых откуда ты знаешь это вовина варежка во-вторых вова пропал давно крови бы на ней уже не было она бы застыла в третьих это так похоже как будто знаешь человеческое живое сердце достал аналия всем привет с вами бояра продолжаем тени бани это у нас все еще идет первый эпизод предыдущей серии мы обманули маму я я не хотел этого делать но игра заставил мы обманули маму чтобы пойти в лес на поиски володи пропавшего ребенка которого все разыскивают а ты не забывай подписываться на канал ставить лайк дизлайк комментировать поехали не земли не небо не родители не оли не помню в чем от связано окей будто время закончилось уперлась в тупик в чистоколы сосен и шина порой бывает страшнее криков родители кричали друг на друга и мы соли и каменели прислушиваясь к перепалкам но потом наступила оглушающая тишина я проверил квартира онемело за несколько дней до нашего переезда и уже вспоминалось с трудом точно это было в прошлой жизни что когда-то мама с папой шутили смеялись проводили много времени вместе а когда целовались при воле она всегда морщилась и забавно фыркала в один день все изменилось нечто важное ушло из нашего дома а что-то страшное заполнила образовавшуюся пустоту словно вспыхнул пожар и родители среди ночи вспых в попыхах собирали вещи спасая себя и нас от кого нет тех ли людей что когда-то и появлялись нашем прежнем доме людей с ледяными как у мертвецов глазами будто они во всем видели лишь клубки червей на черной земле а где-то далеко предупреждая надвигающейся опасности надрывалась сирена я вздрогнул прогоняя на вождение и осмотрелся на всякий случай только я это белое поле и ветер что гонял по снегу ледяную пыль и хвосты пороши что а вот как это работает а а чё неплохо не по всякий случай знаешь спорт антоша за спортом я кстати такая шапка в детстве мне кажется у всех шапка в детстве было потому что советский союз у нас всех были эти петушки одинаковые куртки одинаковые портфели и очки не за очки не носил но надо надо зрение уже садится чурись от солнца и осмотрел лес где царил мрак какой мрак на улице день от снега должно быть светло там не может быть мрачно на фоне ослепительной белизны и он был необычайно темен ну ладно таинственно лес хорошо беру свои слова назад узловатые корневища змеялись под снегом прелая листва и хвойные иглы вмерзли в лед варежка сухие колючие ветки переплетались навевая неуютные мысли о решетках защищают ли они лес или наоборот удерживают нечто внутри на одной из острых веток что-то висела увязая в сугробах я пробрался ближе почти к самой границе леса и увидел вязаную варежку точно раненая птица среди из голодавшихся потемок может отнести ее милиционерам ну подожди надо во первых подумать это варежка володи который володи же потерялся допам володи варежка или нет на это вот спорный вопрос их старший хоть и выглядел угрюмо напомнил мне капитана казанову из моего любимого сериала улицы разбитых фонарей топ сериал это все дну дукалис ну я не подумаю такие же дукалис прям улыбку сразу завевает вот это вот его мемчик это просто шедевр дукалис топ улицы разбитых фонарей российский детективный телевизионный сериал в котором рассказывается о буднях сотрудников милиции на данный момент является самым продолжительным сериалом в истории российского телевидения так погодите а дальнобойщики дальнобойщики тоже был долгий сериал это же крутой это гони я моя вот это так было да 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 такой же полной тревоги с усталым взглядом но при этом храбрый и сильный может ли ему варежка найти пропавшего мальчика вова а слышался далекий крик кажется у реки вова а это не антоха кричит это получается кто-то в лесу кричит словно сами деревья звали кого-то вова подхватил уже ближе там за деревьями кто-то стоял хоронился сейчас опять будут скример до вова я понимал скорее всего кто-то ищет пропавшего мальчика но все же было что-то странное в той фигуре где фигуры я не вижу ни одной фигуры в ее неподвижности том как она неестественно клонилась к земле в ее черноте там никого нет лишь ветки и корни просто мое воображение где-то громко захлопала крыльями птица аж мурашки пробежали от дерева отделилась тени скрылась из виду я на секунду отвлекся а когда вновь посмотрел на то же место фигуры уже не было померещилась долго очень долго стояла тишина мускулы мои были напряжены сердце грохотала в горле любой шум малейший намек на движение шипоток из чищобы и я брошусь бежать но ничего не происходило я вновь посмотрел на варежку ну мы не ссыкло раз уж мы ввязались в это дело раз уж антон решил обмануть и мать ради этого то надо идти до конца поэтому возьмем антон не ссыкло хоть он и в очках хоть он и в шапке и 12 лет ему он не ссыкло мы берем варежку я принял решение снять одинокую варежку с ветки да ёппер сатэ ну хватит вова крик прокатился по полю и рассеялся вдали без эхо без надежды на отклик сейчас будет скример до шагнув к щетине шестин деревьям я попытался снять свою находку она не поддавалась я потянул сильнее ветка хрустнула варежка с чавкающим звуком оторвалась отсущая осталась у меня в руках слишком тяжелая мокрая я невольно сжал ее и на снег тонкой струйкой полилось что-то темное над сугробом заклубился пар это кровь или мазута я замерз отвращением разглядывая ладони на всякий случай красные ну да это кровь треск веток вторгся в наступившую тишину а вот сейчас пора бежать антоха сейчас пора бежать не раздумывая бросился прочь хорош хорош кто-то мчался из темноты ломая синик стремительно сокращая расстояние ноги ввязли в снегу в голове метались безумные мысли сейчас схватят сцапают утащат в чащу навсегда но будто другой голос наверно голос разума он придавал сил ускорял бег вот тоже кстати хорошо ты сможешь не останавливайся позади раздался звериный рык такой громкий что уши заложила казалось рычит ни одна голодная тварь а целая стая тянет ноздрями морозный воздух и чует мой страх сверху захлопали 2 гигант 2 гигантских крыла это сова огромная тень пронеслась над поляной что-то заухало захрипела теперь уже рычали со всех сторон из сухого малиника из перекоченных елей из-под бурелома быстрее беги не оглядывайся словно в дурном сновидении снежная поляна стала вязкой как зыбучий пески я топтался на одном месте взрывал вырывал ноги из рыхлой ловушки чтобы попасть следующую еще более глубокую я продолжал тянуть погружался глубже с каждым отчаянным рывком разве снег уметь так держать я завопил от ужаса сообразив что это не снег что кто-то в сугробе схватил меня за штанину собрав все силы в кулак я рину со вперед что-то я аж сам напрягся давление исчезло и ботинок выскользнул из ямы подошва оттолкнулась от твердой поверхности одним прыжком я достиг расчищенной тропинки оттуда помчался к дому давай быстрее его угрюмый фасад уже не казался враждебным дом был моей защиты от хлопающих крыльев теней от ползущих под снегом существ я споткнулся порог и врезался в дверь в попыхах различил на ней царапины словно пес бил лапами по дереву требуя чтобы его впустили погреться уходя на прогулку я не заметил этих глубоких рытвин стук сердца в ушах заглушал прочие звуки я не слышал идет ли кто за мной погодите что-то так громко пипец что если она они уже во дворе а мама заперла дверь захлебывая страхом я дернул ручку то покорно поддалась идите колотить нельзя нельзя такие напряженные это знаешь прям как прям его прям вообще детективная история до антоха оказался весь циклом бояра оказался циклом ну очень напряженный момент я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь доски крыльца тихонько запищали но преследователи поднялись по ступенькам у меня соскальзывали пальцы никак не получалось защелкнуть замок стиснув зубы я дернул железный добалдашник загоняя запор в проем и план я таращился на дверь за преградой тонкой и жалкой без болезни не одеяла это стоял хриплое дыхание проникала в дом и накатывала волнами отчетливо пахло хвоей и потом потом это точно от меня воняем в то что я прямо я прям напрягся напрягся мама выглянула из кухни бесстрастным голосом каким часто говорила с отцом отчеканила подожди ты меня вообще не выпускала только что на улицу а сейчас даже не ругаешь то что я уходил окшите родители я я случайно я покосился на дверь запах исчез вместе с ними дыхание если там и вправду кто-то дышал здесь в пяти метрах от мамы страх понемногу ослабевал таял как снежок в тепле а вместе с ним и остатки сил вам переделась кстати не ну мама красивая на самом деле мама очень красивая особенно тогда прическа кареи вот это вот ее вечно надменно и вот это вот поза ноги подогнулись я уперся в стену чтобы не плюхнуться на пол вдруг мамино лицо изменилось ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела мама стала такой же как было до всех этих ссор она наконец увидела мое состояние мои облеплены гроздьями снега мокрые штаны ты где был я тебе что говорила чтобы ты дома сидел мам ну извини но я хотел поиграть детектива я и для тебя пустое место нет 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 мам не раз я не хотел тебя раз вот вот почему нельзя врать маме нельзя расстраивать маму мама это все я испугался что она расплачется потянулся к ней как в детстве когда просился на руки но мама успокоилась и вновь стала прежней глаза и блеснули сталью голос зазвенел от сигареты пропали это не я это не я я не коль я не брал это это милиционеры по-любому они заходили а они точно курящие признавайся ты их стащил курить да нет мать мать нет вон крестом клянусь не курил ну хотя я не знаю за антона не знаю сейчас мать подумает обкурился и все короче галюны пошли пытаясь все объяснить я начал заикаться слезы подступили горлу мама склонилась и обнюхала меня по-звериному выискивая запах табака а мы в детстве елочкой ручки мазали чтобы не пахло а вот так потом хмуро прищурилась и надо верить не с недоверием посмотрела во двор и тут же изменившись лице прикрыла рот ладошкой гляди вон же они прямо у забора то сигареты или кто ли она меня троллит сердце лихорадочно забилось будто я снова был добычей и загонщики преследовали меня в поле я готов был поклясться снаружи кто-то заскребся в дверь точь-в-точь как в моем кошмаре сейчас опять волчара этот выскочит мамам поманила пальцем и я кое-как набравшись смелости выглянул в кухонное окно в лицо своему страху адекат собаки всего лишь это всего лишь собаки я думал там опять эти звери и сквозь зимние узоры на стекле были едва различимы косматые силуэты барахтавшиеся в снегу собаки всего-то мелкая сворост дворняк без именей хозяина лишь изредка напоминавшая голодных страшил живущих у кромки леса мать за мной гнались чудовище из леса а где перчатка подождите у меня же была перчатка полностью вся в крови у меня вообще и руки в крови должны быть мать то есть пока нас нюхала не увидела что у нас руки в крови мам ну ты тогда очень либо мы мы падали много раз отмыли снегом руки и все окей они гнались за мной словно за зайцем зайцы игра кстати зайчик называется возможно за антоха будут всегда гоняться поэтому антона может быть назвали зайцем не знаю а вдруг они бешеные но может быть может быть улыбка медленно исчезла с маминого лица и теперь мама смотрела по-другому словно впервые видел этих собак а кстати где оля да действительно оля же была дома она смотрела какие-то там видеокассеты хотя нет нам не показали где оля с утра с утра мы были одни с мамой когда пришли товарищи милицейским не надо не на за что стрелять вот за что ну гуляет ну надо их отогнать да ну перестреливать нельзя это осуждают и живодерство это неправильно антоха шарит антоха шарит нельзя убивать сдать в приют я понимаю что в советском союзе приютов не было но надо надо организовать вот мам займись давай-ка займись организуй приюты для бездомных животных стерилизу их помой а мне знаю про глистогонь от блок защите и все они будут благодарны они почему злые потому что их всех приняют и потому что их не кормят они поэтому они растут без любви поэтому не все злые нападают если бы у них была любящая семья то собаки были бы нормальные а что смысле а что ты уж определись они тебе друзья или враги так они не ты не не за мной бежать это не не за мной бежали ты понимаешь бежали за мной волк кто там еще кто там был волк сова леса медведь и 5 я так и не понял кто там был на самом деле не знаю других а мне было зайцы и среди тех пятерых животных я не знаю какое пятое животное может быть серьезно знаю не маленький ведь уже волк сова лиса медведь до 45 не знаю кто а махмыкнула а мне сделалось невыносимо обидно да так что я прикусил губу и уставился в затянутый получим получими тянетами угол до сыщик из меня никудышный и рисковал я не жизнью перед чудовищными монстрами а своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворняк и ради чего все сдалась мне это варежка ну мы неужели вспомнили про варежку наконец-то ну конечно в руке чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика с которой как оказалось я не расставался все это время маме покажи маме покажи вот мой козырь настоящего детектива маме покажи варежку я поспешил предъявить улики маме варежка во первых откуда ты знаешь это вовина варежка во вторых вова пропал давно крови бы на ней уже не было она бы застыла в третьих это так похоже как будто знаешь человеческое живое сердце достал так и она прям капает у него ну того про которого утром милиция спрашивала она вся в крови на дереве висела вон там могу показать а пол кто будет вытирать после твоей варежки ты посмотри сколько там уже накапало целая лужа давай в милицию скорее позвоним как нас участковый просил действительно фу на скривившемся мамином лице появилась тень недоверия словно воспоминание о чем-то забытом так люди пытаются вспомнить сон но образы ускользают а ну-ка прекратите что прекратить я варежку нашел поле тебя услышит с ума сойдет а оля все-таки дома все нормально значит она и так не спит на все подряд жалуется как это сова это сова и в окно долбится какие шуточки я чё себе блин руку порезала специально варежку на это или чё я корову соседскую завалил и вы позволял в ней варежку я нашел варежку кровавую смысле теперь я видел что мокрой варежкой было от снега так под у антохи глюки или это мистика мистика мы же с тобой видели кровь либо антоху реально глючит болен либо я не знаю никакой крови от стыда хотелось сквозь землю провалиться иди сюда паникер да не стой столбом вот таблетку на быстро таблет что за таблетка мать какими таблетками не пичкаешь успокоительны на мою ладонь упала золотистая пилюля напоминающая мертвую осу золотистая пилюля единственно золотистой пилюли которые помню с рыбий жир только сейчас вспомнил об этом вкусе это ужасно это как съесть икринку только когда ее раскусываешь там не кринка там жир такой противный рыбий вообще но это полезно это но это полезно но да и давай еще выпить поприрекайся мне точно пей давай мать сказала дома сидеть нет же нет же поперся но мы хотели в детектива поиграть да не выбрал бы отец бы понял сейчас же выпьет он очень не уснешь тебе в школу завтра то есть это все-таки успокоительны но я не помню какие желтые пилюли в виде успокоительного в принципе я вообще никогда успокоительный не виделась честно ну травки там какие шалфеи чё там поют еще ромашку да там но таблет пришлось проглотить горькое лекарство запихывание не менее противной водой с привкусом хлорки может это было и не вовина рукавичка может и не рукавичка вовсе так и чудовище из леса и воли на сова нету ли на сова было и чудовище из леса было потому что и не зря же я обосрался я схожу с ума что со мной происходит но ли таблетка подействовала моментально то ли перевозбужденный мозг не подпускал страх пришло спокойствие животное безразличие мать накачала мать накачала ребенка успокоительным жесть антон выпил можешь если захочешь а еще могу ты меня заставила чё еще сделаю раздевайся уснул что ли но чё-то так как-то мне хреновенько стало нет мам просто задумался интересно о чем же так глупости всякие все он этот поплыл мама смелила меня подозрительным взглядом словно сомневалась что перед ней не родной сын а не какой-то притворщик явившийся из леса точно все нормально нет не все расскажи что у тебя башка закружилась расскажи от мамы нельзя то и у тебя такое лицо было когда милиционер про окно спросил милиционер спрашивал про окно я не помню о чем спрашивал не помню что спрашивал про все нормально да не надо ответить она глубоко вздохнула хорошо дом будто изменился потускнела диванная обивка на кафеле в ванной отпечатали следы чьих-то пальцев лампочки светили иначе тусклые желто это все у него прихода он такие приходы короче он это по ходу а вот наглотался таблеток ладно хоть не радуга появилась я бы сейчас не удивился если знаешь весь экран на радужный стал красивый вот этот все даже привкус слюны во рту казался другим со второго этажа послышалась мелодия аладдина более пересмотрела свои любимые серии русалочки переключилась на другие кассеты алладин арабская ночь о дивный восток он сладости край смотри не зевай это там и песок блин алладин это хреневный мультик был я вот русалочку не помню музыку а тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан и таит мелодию помню из dendy они из мультика потому что я мультик вообще про салочку не помню аладина я любил очень я неспешно разделся задержался перед умывальником разглядывая в зеркале свое отражение словно изучая ребус найди отличие сейчас он посмотрит в зеркало и точно оттуда чуть вылетит а черепашка ниндзя сари это леонардо леонардо потому что у него меч я тут еще интересно динозавр это какой-то а кто это это либо космический рейнджер либо трансформы либо этот был а в детстве был мультик короче китайский там они бегали вот такими по-моему динозаврами или са какие-то собаками тиграми они были и не собирались в одного робота гайвер гайвер нет 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 гайвер это вообще друга вальтрон точно был мультик вальтрон я помню там парни в шлемах такие были и соединялись в огромного робота и защищать но это блин те же самые спейс рейнджеры вот это вот все мог ли голоса джафара и ягу я прослушал что не говорили но яга я услышал я прошел мимо олиной спальне и юркнул свою комнату ой давайте наверное закончим на этом дошли до комнаты и хватит напряженная такая серия была без скримеров что радует но это кстати фредди меркури вот это фредди меркури вы и ада чемпион собхи вот это вот все ладненько давайте следующей серии продолжим а пока подписывайся на канал ставь лайк дизлайк комментирую обязательно подписывайся на все соцсети ссылочки внизу описание также не забывай приводить подруг и друзей на канал пиши в комментарии свои игрушки для прохождения самое интересное мы обязательно пройдем все ребят с вами был бояра канале и пока пока